Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Пётр. Сегодня мы поговорим о картофеле, бульбе, как это ласково называют у нас в Белоруссии. Если смотрели предыдущий ролик, я вам подробно рассказал, как мы будем наши клубни готовить для посадки. И вот пришла пора высаживать наши клубни в почву. А также в прошлом ролике я акцентировал внимание, какие растения ориентиры помогут вам определиться со сроками посадки. Ну почему-то многие наши авторы, ну вернее авторы, зрители, попривыкали все делать по старинке. Пётр Николаевич, укажите конкретные даты. А как у нас конкретные даты, когда погода непредсказуема и каждый год на год не похож? Температурные фоны меняются. Один год посадка картофеля может быть 10 апреля, другой год посадка картофеля может быть 25 апреля. А вот растения ориентиры, они развиваются в соответствии с природными ритмами и они очень нормально показывают, когда садит наш картофель. Поэтому посмотрите еще раз прошедший ролик. Ну клубни для того, чтобы посадить, как я уже просто обращал внимание, но не рассказывал, необходимо подготовить. Подготовить клубни, в чем их необходимо обработать перед посадкой, для того, чтобы защитить наши клубни от болезней и вредителей, которые находятся в почве. Ну и соответственно, чтобы сходы были здоровыми, наши культуры не повреждались, опять же, тем же болезнями и вредителями в начале роста. Что необходимо сделать для обработки клубни? Ну значит обработка клубни, не такой большого секрета, она может проводиться двумя способами, сухим и влажным. Ну как бы, в чем разница этих способов, я вам сейчас и объясню. Значит, что при влажном мы будем клубни просто влажным, может быть двух типов. Можно сделать какой-то раствор дезинфицирующий, и в этом растворе, значит, ваши клубни можно просто помыть. Ну, подержать там где-то полчаса, окунули в раствор, подержали полчаса. Ну, конечно, это лучше делать в овощной сетке, чтобы руки наши не трогались с ядохимикатов. В овощной сетке опустили, подержали там полчаса, достали, стекло, и все, подсушили ваши клубни, можно высаживать. Ну, я делаю обычно гораздо более просто. Я беру весь картофель, рассыпаю на полиэтиленовую пленку, рассыпаю на пленку и просто-напросто опрыскиваю. Опрыскиваю дезинфицирующим раствором. Опрыснул, значит, раствор стекает и, соответственно, покрывает нижнюю часть клубни. То есть обработка клубней более, как бы, штательная. Но тут есть один нюанс. Не забывайте, что если вы делаете влажную обработку клубней, значит, клубни перед посадкой надо обязательно подсушить. То есть раствор любой, какой бы он ни был, и отвезти от болезни, должен просохнуть клубни, почву высаживаем сухими. Что будет, если мы посадим почву в мокрые клубни, непросушенные? Значит, происходит следующее, что эти клубни могут загнить, и что быстрее, чем необработанные. Так что обращайте внимание на этот нюанс. Потому что вот почему неудачи в моих огородках случаются при этом в способе обработки. Значит, что мы будем использовать для влажной обработки? Конечно, есть такой препарат Максим. Есть препарат Максим, как бы он разрешен для продажи населению. Но, к сожалению, для нашего картофеля он не подойдет. Не подойдет по той простой причине, что если вы предоставите инструкцию, в этом пакетике 4 мг, для обработки клубней картофеля надо 40 мг на 1 литр воды. То есть препарат слабенький, он даже слабее марганцурки. Поэтому существенных эффектов Максим нам не окажет. Будем использовать более сильную химию. Что из более сильной химии? Значит, у нас с более сильной химией от болезней. Что мы будем составлять в смеси сами? Будем составлять в смеси сами из того, что есть в наличии для продажи населению. Ну, в частности, от болезни мы можем взять АБИУ препарат. Или можем взять ОРДАН препарат. То есть все препараты, в которых содержится медь. Не серая, а медь. Потому что медные препараты в холодной сырой порте будут работать лучше. В первом, эти препараты разводим по инструкции, так как и для опрыскивания вегетирующих растений. А для защиты от колорадского жука, от хруща, от проволожника в почве, мы возьмем препарат или АКТАРА, или ТАНРЕК. Опять же, разводим по инструкции. На все это можно смешать, делать баковую смесь. В одном ведре мы это все смешиваем, делаем баковую смесь. И после этого мы то ли промачиваем клубни, то ли их опрыскиваем. Это уже на ваш выбор. Далее, это мы сделаем. Здесь проблем нет. Опять же, есть такое еще средство. Ну, нет у вас, например, для жидкого обработки, нет у вас этих препаратов под рукой. А садить уже надо. Что мы хотим сделать? Раствор, значит, 50 грамм соды на 10 литров воды, вот, или 80 грамм мыла на 10 литров воды. То есть, щелочной раствор сделали, клубни окунули, значит, щелочь уже убьет всех болезней, споры на поверхности ваших клубней. Так что способ очень доступный. Потом, есть еще очень доступный способ, который как бы помогает и от болезней, и от воздействия на клубнях картофеля. Это обычная древесная зола. Обычная древесная зола, если у вас есть дача, значит, зола у вас есть обязательно. Вы започлись, тем более, что золы надо. Примерно 1 килограмм золы просеянной на 50 килограмм клубни. Технология тоже очень простая. Берем эту золу, насыпаем какой-то марлевый мешочек или мешочек со спонгонда. И пост-напросто тросем и покрываем равномерно стоем все наши клубни. Конечно, если вы высадите тех клубней мало, посадка у вас там 200-300 штук, значит, вы можете просто каждый клубень, просто при посадке опудрить золой. Это также, это собой, это очень хорошо. Потому что, как бы, болезни отступают от вашего клубня картофеля, который находится в почве. Ну и вредители, которые уже подходят к вашему клубню, им не нравится запах золы. Запах золы, запах этого печеного дерева им не нравится. И они не будут повреждать ваши клубни. Так что поняли, что если мы подрастили картофель, мы имеем прекрасные росточки, на нем уже киноклюнтые, хорошие, клубень готов к посадке, значит, делайте обработку. И заметьте, что вот эта обработка, которую вы сделаете перед посадкой картофеля, она будет защищать ваш картофель в течение 30-40 дней после посадки. То есть, ни вредительной болезни, ваш картофель не тронут. Ну а уже дальше какие мероприятия будете применять позже, когда всходы появятся, когда они уже заселены с высоты 15 и более сантиметров, это будет в следующих роликах. Но вот эти способы очень просты, проверены мной на практике, но уже много лет, поэтому используются. Так что, подытоживая, напоминаю, составляем смесь из фунгицида и инсекцицида, вот из тех препаратов, которые разрешены для продажи населению. Можем мыльный содовый раствор использовать для промывания клубни и можно опудривание древесной золой. Вот три момента, которые помогут вам иметь хороший, здоровый урожай картофеля на своем участке. Счет их вам урожаю. До новых встреч. До свидания.